Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Олейникова Ольга Анатольевна. Я руководитель проектного офиса Федеральной схемы ИГИС обращения с АПВК в ГУК «Федеральный экологический оператор». Сегодня в рамках нашего вебинара я бы хотела рассказать вам о той работе, которая ведется Федеральным экологическим оператором в части построения государственной системы обращения с отходами 1-2 классов. Я представилась. Сейчас несколько организационных моментов. Я прошу вас в течение вебинара не включать видео и не включать свои микрофоны, поскольку у нас много, плюс у нас ведется еще трансляция ВКонтакте для того, чтобы у нас с вами было качественное видео и качественный звук. Если в процессе вебинара у вас возникают вопросы, вы можете мне их задать, написав об этом в чат. Мое выступление будет делиться на несколько смысловых блоков. После каждого из них я буду зачитывать ваши вопросы и отвечать на них. Плюс те, которые смотрят наш вебинар в трансляции ВКонтакте, вы также можете в рамках трансляции направлять свои вопросы. Не переживайте, я тоже эти вопросы увижу и, соответственно, зачитаю и дам на них ответы. Вот, нас уже стало больше. Давайте сейчас еще пару секунд, и я тогда начну уже непосредственно перейду к представлению материала, который я для вас подготовил. Давайте начнем. У людей зачастую все же возникает вопрос, о каких же все-таки отходах идет речь. Так вот, я специально взяла федеральный классификатор отходов и выделила для вас некоторые из них, которые такие самые явные. Из самих названий, например, рубль активированный, растворы, содержащие соли ртути, шлам серо-кислотного электролита и так далее. То есть из самих названий этих отходов, я думаю, уже понятно, что это не простые отходы, которые образуются в нашей повседневной жизни. Да, это скорее отходы крупных промышленных производств. Ну и, соответственно, категория у них 1-2 класс, как наивысшая категория, возможно, вам в частности категорию неотходов. То есть если говорить очень простым языком, мы с вами говорим о таких достаточно серьезных промышленных отходах. Правда, в них есть и те, которые действительно используются нами в обычной жизни. Мы их производим. Ну, например, я здесь привала лампы ртуитные, источники бесперебойного питания, то есть аккумуляторы. И такие тоже отходы в них есть. Если говорить о федеральном классификаторе отходов, то всего 1-2 класса у нас 444 вида отходов. И определить их можно, вот, собственно, увидев последнюю цифру, которая изображена в ходе того конкретного отхода. Как сегодня выглядит действующая система обращения с такими отходами? У нас есть образователь. Ну, это может быть и юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель. Могут быть и мы с вами, да, как население. Это, вот, говорят, там, о тех же артурных лампах, аккумуляторах. Далее у нас есть лица, которые отдельно оказывают услуги по транспортированию таких отходов, по утилизации обезвреживания отходов и по их размещению. Соответственно, сегодня главным критерием вообще наличия, возможности у таких лиц принимать отходы 1-2 классов, это наличие у них лицензий. И Роспроднадзор ведет в открытом доступе переезд к лицензии. В принципе, это общая доступная информация, которую может каждый посмотреть. Таким образом, сегодня суть действующей системы сводится к тому, что образователь отходов находит лицо, у которого есть лицензия на обращение с такими классами отходов, далее заключается с ними обычный гражданско-правовой договор, основываясь на принципе свободы договора, то есть на тех условиях, на которых договорятся обе стороны. И цена по этому договору, он определит то, о которой стороны договорятся. Таким образом, действующая система ничем не отличается от миллиона других действующих систем в хозяйственном обороте, но чем она не самая удачная именно в сфере обращения с 1-2 классом отходов. Дело в том, что при такой схеме отход образователь заинтересован только в одном – найти лицо, у которого есть лицензия, сдать им по договору отхода, заплатить деньги и забыть. Зачастую, большую часть отхода образователей все же не очень интересует, что стало дальше с отходами, но он их передал и, собственно, с себя он обязательно по их переработке снял. У лица, у которого есть лицензия, хорошо, если это добросовестное лицо, он действительно честно принял отходы, честно их переработает, и результатом такой переработки как минимум станет понижение класса таких отходов. Но хуже обстоит дело, когда у нас отходы переработчики отходов выстраивают некую цепочку, когда один, например, утилизатор передает другому, и таким образом в такой цепочке можно очень легко вообще размыть и объем отходов, и сам отход как таковой, и потом простым языком говорить, концов не найдем, где этот отход, и, к сожалению, потом мы находим такой отход в какой-нибудь лесополосе или в поле, что, конечно, вопиющий случай для нашей с вами экологии. Именно поэтому с целью донастройки действующей системы обращения с отходами первого и второго класса было принято решение создать специальный федеральный проект инфраструктуры для обращения с отходами первого и второго класса. Данный федеральный проект вошел в структуру национального проекта «Экология», и на сегодня в рамках данного проекта для реализации и создания инфраструктуры запланировано два основных мероприятия, которые сегодня и находятся в поле действия федерального экологического оператора, а именно разработка утверждений введения в действие федеральной схемы обращения с отходами первого и второго класса и разработка утверждений в эксплуатацию государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами первого и второго класса, сокращенной ГИС АПВК. Вот два основных мероприятия, и, собственно, ровно на этих двух мероприятиях мы сегодня сконцентрируем свое внимание в рамках настоящего вебинара. Для того, чтобы федеральный проект состоялся в его запуск, необходимо было принять законодательную базу, поскольку до настоящего времени каких-то специальных законодательных положений, которые бы касались обращения с отходами первого и второго класса, не существовало в действующем законодательстве. Именно поэтому в июле 2019 года был принят 225-й федеральный закон, в котором внеслись, с одной стороны, изменения в закон 89-й об отходах производства и потребления, и в рамках данного закона установилось правовое положение ГИС АПВК, правовое положение федеральной схемы, закреплены, наконец-то, особенности обращения с такими классами отходов. И второй важный момент – это внесение изменений в закон о госкорпорации РосАТО, где корпорации РосАТО наделяется ряд полномочий в сфере обращения с отходами первого и второго класса. Далее, осенью, а именно в октябре 2019 года, в исполнении положения 225-го закона были приняты все необходимые подзаконные нормативно-правовые акты. Это постановление правительства, я их привела, соответственно, постановление правительства, которое утверждает порядок формирования федеральной схемы, постановление правительства, которое утверждает положение АГИС АПВК, и постановление правительства, которое утверждает за типовая форма договора на обращение с отходами первого и второго класса, в рамках которого такой договор заключает федеральный оператор по обращению с отходами и образователь таких отходов. Если представлять в общем виде, то государственная система обращения с отходами первого и второго класса выглядит следующим образом. То есть во главе у нас есть федеральный проект. Исполнителем, если так можно сказать, федерального проекта является федеральный оператор. То есть это то предприятие, которое определено распоряжением правительства. Федеральный оператор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральной схемой на базе государственной информационной системы и по тарифам, которые утверждены ему государства. И, соответственно, все это четыре основные вехи реализации федерального проекта находятся в поле федерального закона 225-го. И, с другой стороны, это создание базовой инфраструктуры, с помощью которой будут перерабатываться такие отходы первого и второго класса. И вот здесь, собственно, у нас указаны четыре основных экотехнопарка, где они находятся, их название. И плюс у нас в проекте еще строительство трех новых экотехнопарков. Вот это общее представление о том, как выглядит государственная система обращения с отходами первого и второго класса. И сейчас я буду останавливаться на каждом из данных составляющих отдельно. Ну, начну я с федерального оператора по обращению с такими отходами. Дело в том, что в рамках 89-го федерального закона там закреплено, что федеральный оператор определяется правительством. И вот 14 ноября 2019 года был принят распоряжение правительства Российской Федерации, в котором федеральным оператором было определено федеральный экологический оператор. ГУП – федеральный экологический оператор, ГУП-ФЭО – это предприятие госкорпорации «Русан». Именно ГУП-ФЭО станет основным участником данной сферы, то есть это станет лицом, которому будут передаваться с определенной даты все отходы первого и второго класса, которые образуются у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Я сейчас не говорю про население, поскольку обязанности у федерального оператора принимать отходы первого и второго класса у населения отсутствуют. Я говорю только об образователях, юридических лицах, индивидуальных предпринимателей, и, соответственно, у них обязанность возникнет передавать отходы только федеральному оператору. Таким образом, ранее обозначенная мной схема, действующая о том, что нужно самому найти лицо, которое переработает ваши отходы, она уходит в прошлое, у нас появляется федеральный оператор, только ему передаются отходы, и только на нем лежит обязанность уже осуществить обращение с такими отходами, их переработку, ну и, собственно, на нем вся полнота ответственности, что отходы действительно переработаны, вот, а не прошли какую-то сомнительную цепочку передач. И в статье 14.1 федерального закона 89 закреплены функции федерального оператора. К этим функциям относятся осуществление деятельности по транспортированию, обработке, безвреживанию, размещению отходов самостоятельно или с привлечением операторов. То есть это важный момент, у нас появляется еще лицо оператора по обращению с такими отходами, я чуть позже более детально остановлюсь на всех этих персоналях. Второе важное полномочие — это представление предложений по установлению тарифов на обращение со входами 1-го и 2-го классов. И очень важная полномочия, что федеральный оператор является оператором государственной информационной системы, ГИСАПВК. То есть именно он будет выстраивать все процессы в рамках этой системы, и федеральный оператор является создателем такой системы. Если говорить об эко-технопарках, то вот их 4, это то, как они примерно будут выглядеть. Сегодня 4. Я говорила о том, что федеральный оператор будет перерабатывать отходы самостоятельно или с привлечением операторов. Нам часто задают вопрос, кто же такие операторы. Операторы — это как раз-таки те юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых есть лицензия на обращение с отходами 1-го и 2-го класса, и которые на основании такой лицензии вправе осуществлять соответствующие виды деятельности, например, утилизацию таких отходов или транспортирование. Вот федеральный оператор при поступлении к нему отходов будет решать, либо он их перерабатывает самостоятельно, и в данном случае вот эко-технопарки созданы, на которых это мощности федерального оператора, за счет которых он и будет осуществлять переработку отходов 1-го и 2-го класса, либо он будет передавать операторам по договорам такие отходы, они уже будут перерабатывать их на своих мощностях. Важная еще составляющая — это федеральная схема. Федеральная схема была заявлена в качестве мероприятия федерального проекта, ее основные, как бы, статус, да, закреплен в статье 14.2 закона об отходах производства и потреблении и в правилах разработки и утверждения и корректировки федеральной схемы. Что представляет собой федеральная схема? Федеральная схема — это документ, это документ, который утверждается распоряжением правительства Российской Федерации, документ, который формируется на основании средней, содержащейся в территориальной схеме обращения с отходами и сведений, которые содержатся в ВИЗА ПВК. Цель формирования федеральной схемы — это организация деятельности по обращению с отходами 1-2 класса. Таким образом, федеральная схема закрепит положение участников на рынке обращения с отходами 1-2 класса в статике, то есть закрепит, кто есть отходообразователи, их данные, какие отходы они обращают, утверждение ли у них норматива образования таких отходов, какие-то виды отходов, их объем и так далее. Мы будем знать, кто есть операторы на рынке, у кого есть какая лицензия, на какой вид деятельности, кто ее выдал, действует она, не действует. А далее мы будем с вами понимать объемы образования отходов и объемы переработки. То есть таким образом, имея эти цифры, мы сможем с вами выстраивать баланс потоков. То есть мы можем понимать, что сколько процентов из объема образованных отходов действительно, например, было утилизировано, а сколько было размещено. Таким образом, мы сможем устанавливать целевые показатели, к которым мы будем стремиться для того, чтобы повышать качество переработки отходов 1-2 класса. То есть это некое положение статик. По разделу федеральной схемы, как я уже сказала, это сведения о видах отходов, об источниках их образования, нормативах образования и лимитах на размещение отходов. Это сведения о местах нахождения, мощности, технических характеристик объектов переработки. Поскольку оператор по обращению, мало нам знать, кто есть, да, этот оператор по обращению, нам важно, чтобы у него еще была мощность на обращение с такими отходами, чтобы его заявка на заключение договора с федооператором была реально подкреплена возможностью переработать такие отходы. Далее у нас в сведении о фактическом количестве образованных и переработанных отходов, схема потоков отходов, целевые показатели, баланс количественных характеристик и также данные о планах по строительству новых мощностей на переработку отходов и данные об оценке потребностей финансирования такого строительства. Далее на слайдах я вот представила вам, как будет выглядеть таблица федеральной схемы, то есть федеральная схема сегодня у нас определена как текстовый табличный файл. Вот если говорить о таблицах, то вот в разрезе таких сведений у нас будут содержаться данные федеральной схемы. Надо сказать, что срок разработки и утверждения федеральной схемы это конец 2020 года, то есть уже в конце этого года, поэтому, конечно, сегодня федеральным операциям активно ведется работа по формированию федеральной схемы. Разделы, раздел по балансу и данные о планах по строительству. Как разрабатывается федеральная схема? Федеральная схема является, утверждается распоряжением правительства, поэтому разрабатывается она как проект распоряжения правительства. Разрабатывает ее госпропорация РосАДА совместно с федеральным оператором. Далее разработанный проект направляется на согласование в Минприроды России. После получения согласования Минприроды проект вносится в правительство и правительство уже утверждает федеральную Важный момент, как корректировать эти федеральные схемы. Ведь если это документ, который фиксирует положение вещей в статике, то очень важно, чтобы сведения там не устаревали и они действительно были актуальны. Мы с вами прекрасно понимаем, что рынок это живая станция и сегодня оператор может осуществлять деятельность, через какое-то время прекратить, либо ликвидироваться, либо стать банкротом. То же самое может случиться и с видом образованных отходов, с балансами и так далее. На сегодняшний день в правилах разработки федеральной схемы зафиксировано, что основание ее корректировки это изменение сведений о видах отходов, фактически количество их образования, целевых показателей, о планируемых строительстве объектов по обращению с такими отходами и изменение данных об оценке потребностей финансирования такого строительства. И вот все эти данные должны актуализироваться в федеральной схеме ежегодно, до 1 апреля каждого года. И лишь две позиции сведения, а именно данные об объектах обращения с отходами, это данные о мощности, технических характеристиках и данные об операторах по обращению с такими отходами, они корректируются раз в три месяца, который исчисляется три месяца дня внесения изменений в ГИС АПВК. Таким образом, почти все сведения федеральной схемы корректируются раз в год, и вот сведения по объектам обращения и операторам по обращению с такими отходами мы корректируем раз в три месяца. Будем. Далее я уже перехожу к государственной информационной системе учета и контроля. Давайте посмотрим ваши вопросы. Я так понимаю, что вопрос... А, вот все, у меня заработало. Так, ну, вопросов я пока не вижу от слушателей, тогда продолжим дальше. Государственная институционная система учета и контроля за обращением с отходами. Также основы, да, правовой статус данной системы закреплен в статье 14.3 Федерального закона о подходах к производству и потреблению и в положении ГИС АПВК, которое утверждено постановлением правительства. Срок ввода в эксплуатацию ГИС АПВК составляет конец 2021 года, то есть 31 декабря 2021 года. Это наш крайний срок, когда система должна быть введена в эксплуатацию. А цель создания такой системы – это информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 1-2 классов. И оператором такой системы является федеральный оператор по обращению с отходами. А какие задачи, да, мы преследуем и вообще для чего это? В отличие от федеральной схемы, ГИС АПВК будет аккумулировать в себе информацию обо всех участниках сферы обращения с отходами 1-2 класса, обо всех данных, да, об образовании, переработке таких отходов. Но эти данные будут в статье. Согласно действующему законодательству, сведения в ГИС подлежат изменению в течение 10 дней с момента их изменения в реальной жизни. То есть, ну, приведу пример. У нас есть, например, отходообразователь, он должен ввести журнал учета отходов, которые у него образуются. Соответственно, вот как у него образовался отход, относящийся к 1-2 классу, у него после этого есть 10 дней на то, чтобы внести такие сведения в систему. Таким образом, в ГИС АПВК мы будем понимать с вами развитие всей системы обращения с такими отходами в статике, в динамике. Мы будем понимать, во-первых, как выстраиваются потоки, да, образования этих отходов. Все ли образованные отходы действительно уходят на переработку, да, кто их перерабатывает, на основании каких договоров. Да, мы будем понимать стоимость такой переработки. То есть, мы, в принципе, будем понимать полностью всю информацию о системе обращения с отходами 1-2 класса. Конечно, тот, кто владеет информацией, владеет миром. Поэтому владение такой информацией, конечно же, сделает данную систему прозрачной, открытой и понятной. То есть, мы будем четко понимать, кто действительно есть на рынке, как, по каким правилам они играют, соблюдают, а не соблюдают. А самое главное, мы сможем отслеживать, что же происходит с отходом, с любым объемом отходов, который образовался. То есть, проследить его путь, кому он передавался, кто, как с ним обращался, с таким отходом. Вот. Также очень важно, что функциями этой системы будет моделирование, построение прогноза. Что это означает? То есть, что вот мы сегодня заканчиваем уже вторую очередь разработки данной системы. В рамках первой очереди были разработаны личные кабинеты образователя отхода оператора по обращению с такими отходами. В рамках второй очереди разрабатывается договорной блок, то есть, то, как будут заключаться договоры между образователем отходов и федеральным оператором, и договоры, как будут заключаться между федеральным оператором и оператором. И также у нас в рамках второй очереди реализуется функционал моделирования. Благодаря моделированию мы будем понимать схему потоков, то есть с каких точек образования отходов, на какие мощности мы можем их завести, как выстраивается логистика. Мы будем понимать, где у нас есть дефицит мощностей, то есть какие отходы образователям, ну скажем так, невыгодно вести в те мощности, которые есть, и более того, те мощности, которые есть, не могут их уже принять, потому что их технические характеристики не готовы к приему такого числа отходов. То есть мы сразу с вами будем видеть те белые пятна, которые сегодня существуют на карте обращения с отходами и понимать, что с ними делать. Более того, поскольку здесь еще будет возможность построения прогнозов, то мы сможем с вами гипотетически сказать из того, что было бы, если бы здесь стоял объект обращения с такими отходами. То есть как бы мы тогда замкнули потоки, решили ли мы с вами проблему слепых, да, белых этих зон, вот, либо мы ее не решили. Ну и, конечно, важнейшая еще функция – это контроль в режиме реального времени. То есть это возможность отследить, как я уже сказала, и весь поток обращений с отходами, и поток переработки, вот, и, собственно, иметь самую полную и актуальную информацию обо всем происходящем. Кто является поставщиками информации в систему? Поставщиками информации в систему являются образователи отходов, это юридические лица и индивидуальные предприниматели, и операторы по обращению с отходами, то есть те организации индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на обращение с отходами. Плюс техническим заданием на создание ЕГИСа ПВК предусмотрена интеграция с различными государственными системами. В частности, это система Роспроднодзора ЕГИСа УИД, это реестр лицензий, да, который является по системе, плюс это интеграция системы налоговой для того, чтобы нам получить данные о поставщиках информации. И что очень важно, что принципы построения системы — это безвозмездность предоставления информации, то есть поставщики, когда вносят информацию в систему, они исполняют возложенную на них законодательством функцию по размещению такой информации. Поэтому однозначно это делается все безвозмездно. Однократность ввода информации — это важнейший принцип построения нашей системы. Мы не будем требовать заносить те данные, которые уже содержат в других государственных информационных системах. Ну, например, самый яркий пример — это реестр лицензий. То есть вам, если вы оператор, а вам не понадобится вносить данные о своей лицензии в ГИС АПВК, поскольку у нас есть интеграция с реестром лицензий, и, исходя из этой интеграции, те данные о наличии у вас лицензий уже будут подкружены в вашем личном кабинете. В принципе, ну, я вот там чуть дальше сейчас покажу на слайде, как будут примерно выглядеть личные кабинеты образователей и операторов, но могу сказать, что часть сведений в личных кабинетах уже будет предзаконной. Но это точно данные о лицензии, точно реквизиты юридического лица, которые сегодня содержатся в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут налоги. Ну и, конечно, важнейший принцип — полнота, достоверность и своевременность предоставления такой информации. Здесь на сегодняшний день важный нюанс, что как бы за полноту, достоверность и своевременность — это, конечно, обязательства поставщика информации, да, есть сегодня обязанности носить такие данные. Но при этом мы прекрасно понимаем и знаем опыт других информационных систем, что любая обязанность, она должна подкрепляться конкретной ответственностью. На сегодняшний день на стадии создания системы у нас пока есть только обязанности, но в ближайшее время мы планируем внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях с целью введения специального состава административного правонарушения, которым бы предусматривалась административная ответственность за неразмещение информации в ГИС АПВК, за размещение недостоверной информации в ГИС и не в полном объеме. Как же будет у нас проходить, ну, собственно, выглядеть приблизительно личный кабинет? Ну вот сейчас мы, например, да, зашли в личный кабинет, мы видим вот уже подгружены данные реквизита юридического лица, мы видим подгружены данные из реестра лицензии. Мои источники образования — это тот раздел, который заполняется образователями отходов, да, и они сами здесь вносят эти данные, вот, подгружают их. Далее мы видим, что очень важный момент, что указывая источник образования, то есть местонахождение, да, образователя отходов, очень важно вот здесь также координату давать точнее, потому что мы прекрасно понимаем, что адрес может быть один, а объезд может быть с разных сторон, поэтому чтобы точно это было, все фиксировалось для того, чтобы без каких-то сложностей забирались отходы. А что еще? Источник образования, ну, здесь вот более подробный вид, да, обязательно указаны данные, которые будут эти отходы передаваться, да, фото прикладывается, транспортные средства, ну, это уже в личном кабинете оператора по транспортированию будет, да, он будет указать данные своих транспортных средствах. Соответственно, виды отходов, которые он может забирать, вот, и, ну, для удобства он будет видеть это в перечне. Значит, а в какой стадии сегодня находится ГИС АПВК? Ну, мы в конце, в конце осенью 2019 года федеральный оператор провел конкурс на выбор подрядчика для проектирования ГИС АПВК. Конкурс у нас выбрала компания «Большая Тройка», и сегодня компания «Большая Тройка» осуществляет создание ГИС АПВК, ну, собственно, ее проектирование как IT-компания. В конце прошлого года был реализован функционал по созданию личных кабинетов отходообразователей и операторов по обращению с такими отходами. Сейчас, вот в июне, у нас завершается этап по проектированию второй очереди системы, а именно по созданию договорного модуля работы, поскольку все договоры с отходообразователями, договоры с операторами будут заключаться в автоматическом режиме на базе ГИС. Нам кажется, это очень правильным решением, поскольку все данные аккумулируются в этой системе, и логично использовать эти данные и в электронном формате заключать такие договоры со всеми участниками рынка от лица федерального оператора. И плюс у нас модуль моделирования, также разработан в рамках второй очереди, и вот сейчас «Большая Тройка» завершает эту разработку. Здесь важно сказать, что, конечно, когда отпиралась компания, для нас было очень важно, чтобы у нашего подрядчика был опыт в работе с отходами, опыт в проектировании различных IT-систем. И компания «Большая Тройка» — это компания, которая в большей части, в подавляющем числе регионов нашей страны создала электронная модель территориальных схем. Поэтому, конечно, опыт работы с отходами колоссальный, и мы уверены, что этот опыт поможет нам создать очень грамотную, очень удобную и качественную систему, государственную информационную систему обращения с отходами первого и второго классов для дальнейшей работы. Ну и завершающим этапом я бы хотела рассказать об организации системы взаимоотношений в рамках системы первого и второго класса. То есть как же будет построена договорная работа. То есть у нас есть федеральная схема, которая статично нам говорит, кто есть на рынке, какие объемы есть, какие схемы потоков-подходов имеются. Далее у нас есть диск АПВК, то есть огромный массив данных, детальный о том, где, как, сколько, чего образуется, как первого. То есть очень подробная информация. Далее встает вопрос, а как же будет осуществлять свою деятельность федеральная оператор? У нас сегодня в законе 89-м зафиксировано, что федеральный оператор начинает прием отходов первого и второго классов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, образователей таких отходов через год после утверждения федеральной схемы. Поскольку федеральная схема должна быть утверждена до 31 декабря 2020 года, соответственно, срок начала работы федерального оператора, ориентировочный на срок, это 1 января 2022 года. То есть это та дата, с которой все юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые образуют отходы первого и второго класса, обязаны будут их передавать только федеральному оператору. Возможность сдать эти отходы по ранее действующим договорам, еще каким-то организациям заключить новый не будет. То есть старые договоры прекращают свое действие, новые не заключаются. Отходы идут только федеральному оператору. Федеральный оператор – это единое окно для приема таких отходов. Соответственно, в левой части слайда вы видите, как я очень много подчеркивала, что это только юридические лица, индивидуальные предприниматели. О населении мы речи с вами не ведем. Обязанности у населения передавать федеральному оператору, обязанности у федерального оператора принимать у населения отход – такой обязанности нет. И третий важный образователь отходов – это региональный оператор. Что это означает? Вопрос образования отходов первого и второго класса населения, он достаточно такой деликатный, да, потому что такие отходы действительно в населении есть. Это ртутные лампы, это аккумуляторы и это батарейки. А сегодня в силу действующего законодательства у нас лицо, которое осуществляет управление на квартирном доме управляющей компании, ДСЖ, ЖСК, они обязаны организовать накопление отходов с первого по четвертый класс, ну, то бишь и первого, второго класса. То есть обязанность у них такая есть. Далее накопленные отходы, они должны, ну, передаваться, да, на дальнейшую переработку. И в этом смысле у нас при такой конструкции, да, где лицо управляющей дома исполнило свою обязанность, оно как юридическое лицо в статусе образователь таких отходов обязано будет их передавать федеральному оператору по обращению с такими отходами. Региональные операторы. Региональные операторы появляются как фигура, как образователь таких отходов для случаев, когда, к сожалению, у нас есть прецеденты, когда управляющая компания не устанавливает, не организует места накопления отходов первого и второго класса, но в этом случае население, да, граждане просто выбрасывают эти отходы в общий контейнерный бак, то есть в бак с ТКО. Соответственно, мы имеем на практике проблему примешивания таких отходов в ТКО, и далее на стадии, например, обработки таких отходов региональные операторы выявляют такие отходы, и в этом случае не возникает обязанность сдать их также федеральному оператору. Как будет осуществляться передача отходов федеральному оператору? Она будет осуществляться на основании договора оказания услуг по обращению с такими отходами, и его типовая форма утверждена в постановлении правительства. Что предусмотрено в этом договоре? В этом договоре предусмотрено, что отходообразователь передает такие отходы федеральному оператору, федеральный оператор их принимает для последующей переработки, То есть обработки, утилизации, обезвреживания или размещения таких отходов. Передача этих отходов будет осуществляться по тарифу, который утвержден для федерального оператора. Это очень важный момент для нас, поскольку только государство, утверждая тариф, сможет сказать, что да, действительно стоимость услуг федерального оператора экономически обоснована. Для того, чтобы не было возможности усомниться по экономической обоснованности стоимости, оказываемой услуги, очень важно, что сознательно принято решение о том, чтобы деятельность федерального оператора потерифицировалась. Поэтому у нас тут конкретно установлены тарифы на виды отходов, на группы таких отходов, и по этим тарифам будет осуществляться прием отходов у образователей. Соответственно, в рамках этого договора отходов у образователя вносит предоплату по договору 30% предусмотренную и после их уже переработки еще 70% для закрытия такого договора. Что здесь важно знать в качестве обязанности отхода образователя? Какие важные требования? Принципиально важно, чтобы федеральному оператору передавался именно тот отход, который заявлен отхода образователя. То есть если отход образователь говорит, что вот здесь я передаю серную кислоту, то это однозначно точно должна быть серная кислота. Он передает паспорт на такой отход и далее федеральный оператор при приемке такого отхода к переработке, он проверяет такой отход. Если в результате проведенной экспертизы будет установлено, что передана была не серная кислота, не знаю, какая-то смесь, какой-то коктейль таких отходов, ну то есть вещество, не относящееся к этому, это будет основание для того, чтобы вернуть такие отходы образователю, расторгнуть с ним договор и возложить на отходы образователя все убытки, которые федеральный оператор понес в связи с исполнением такого договора. Мы с вами прекрасно понимаем, что это и расходы на какие-то управленческие вещи данного заключения договора, это расходы на транспортировку, на место переработки отходов, расходы на экспертизу, поэтому в полном объеме отходы образователя будет возмещать, если он действительно передал не тот отход, который заявил федеральному оператору. Также важный момент, чтобы отходы передавались в таре, в которую можно осуществлять транспортировку таких отходов. У нас сегодня перевозка отходов 1-2 класса подпадает под правила перевозки опасных грузов, там есть четкая модель, какие отходы в какой виде тары нужно переводить, плюс у нас есть требования к маркировке отходов для перевозки, поэтому эти требования все должны быть в вине отхода образователя. И третий важный момент, что когда транспортировщик приезжает к отходу образователя, отход образователь должен осуществить погрузку таких отходов в машину. Ну и, конечно, еще сопутствующий, то есть передать необходимую документацию, прикрепить ее в системе ГИС АПВК в качестве подтверждения. Ну и вот, собственно, наверное, на этом обязанности отходы образователя заканчиваются. Далее федеральный оператор принял отходы у образователя. У него возникает вопрос, а кто будет перерабатывать такие отходы? Закон сегодня четко говорит, что федеральный оператор может перерабатывать такие отходы самостоятельно. Здесь у нас есть эко-технопарки федерального оператора, о которых мы уже говорили. Либо он может их передать операторам по обращению с такими отходами для переработки. Соответственно, если отходы передаются оператору, то с ними также заключается договор. Договора в типовой форме его нет, этот договор будет разработан федеральным оператором, договор будет находиться в открытом доступе, в личном кабинете оператора, для того, чтобы они могли ознакомиться с его текстом. Но что здесь сразу можно сказать? Какие будут особенности? Но если, например, мы говорим об операторе по транспортирую, ну, понятно, что главная обязанность по данному договору – осуществить транспортир для таких отходов от точки А в точку Б. Осуществили. Далее очень важно, что мы здесь сегодня говорим о том, что мы должны понимать, как осуществляется перевозка таких отходов. То есть везутся ли они автомобильным транспортом или железнодорожным, то есть как осуществляется, возможно, если будет укрупнение потоков. То есть, в принципе, нас должны уведомить и логистики. Важнейший момент – мы должны знать, какая машина приедет на место переработки таких отходов, в какой день и, соответственно, в точный срок мы должны получить переданные отходы. Если говорить об операторе по обращению с отходами, который перерабатывает такие отходы, утилизатор, тот, кто обезврежет или размещает отходы, то для него главный момент – это действительно прием отходов тех, которые заявлены отходы образователя и переработок. Федеральный оператор оставляет за собой право в процессе переработки таких отходов приехать к оператору и действительно достовериться, что его производство работает, отходы перерабатываются и посмотреть, где находятся отходы переданные федеральным операторам. И важнейший момент – это возможность проверить качество переработки таких отходов, то есть проверить, а действительно ли мы достигли того результата, которым договаривались, когда заключали договор. Что очень важно, все эти договоры будут заключаться в электронном виде, они будут заключаться в ГИСОПВК, они будут доступны в личных кабинетах каждого участника процесса, будет возможность и заполнить черновик, и согласовать их внутри организации, подписать, отправить. При этом договоры автоматически будут заполняться из тех средних, которые уже есть, которые уже размещены. То есть в этом смысле ГИСОПВК действительно будет очень умной системой, которая не просто будет собирать тонную информацию, аккумулирует ее, она действительно будет и давать возможность эту информацию использовать для заключения договора и, конечно, использовать для формирования различной аналитики. И таким образом договорной блок — это завершающая стадия, назовем это так, построение государственной системы обращения с отходами 1-2 класса. То есть уже после заключения договора система полноценно запущена и заработает. Ну и коротко, где мы сегодня находимся. В сентябре 2019 года вступил в силу 225 федеральный закон, в котором мы утвердили все основные положения и особенности обращения с такими отходами. Все подзаконы нормативного права разработаны в октябре 2019 года. Также в 2019 году, в ноябре, определён федеральный оператор по обращению с отходами 1-2 класса. Соответственно, разработка утверждения федеральной схемы до конца 2020 года. То есть уже в этом году будет утверждена федеральная схема. Разработка и введение в эксплуатацию ГИС — это конец 2021 года. То есть мы сейчас, как я уже сказала, закончили вторую очередь построения данной системы. Разработка утверждения тарифов федерального оператора до конца 2021 года. Таким образом, ориентировочно 1 января 2022 года новая система обращения с отходами 1-2 класса полноценно заработает, потому что федеральный оператор начнёт приём таких отходов. В части презентации это то, что я хотела вам презентовать. Я отключила демонстрацию экрана. Давайте теперь перейдём к вашим вопросам. Они выступали в процессе моего доклада. Давайте посмотрим. Так, вот первый вопрос. Будет ли тарифицироваться деятельность только на транспортирование отходов? Тарифы будет установлено в Министерство тарифной политики. Ну, смотрите, на сегодняшний день у нас в законе предусмотрена тарификация всей цепочки деятельности. Это и сбор, обработка, утилизация обезвреживания и размещение отходов. В настоящее время совместно с ФАС России ведётся работа по донастройке тарифного регулирования в сфере обращения с такими отходами. Мы полагаем, что правильной была бы ситуация, когда тарифицируется деятельность федерального оператора посредством утверждения единого тарифа, а деятельность по транспортированию бы не тарифицировалась. Но у нас на сегодняшний день, например, если брать сферу ТКО, нет рецидента, там тоже не тарифицируется. И, наверное, это правильно, поскольку очень сложно рассчитать тариф на транспортирование отходов. Если в ТКО мы ещё хотя бы понимаем, где находятся контейнерные площадки, какое у нас с вами плечо перевозки, то в обращении с отходами первого и второго класса это сделать крайне затруднительно. Отходы образуются не системы, то есть сегодня могут быть, завтра не образоваться в таком количестве. Ну и, соответственно, страна у нас очень большая. Поэтому мы пока за идею тарификации только деятельности федерального оператора. Добрый день. Когда можно будет вносить данные в ГИС? Все ли, кто сегодня работает на рынке обращения с отходами первого и второго класса, могут работать в новой системе? Смотрите, у нас срок ввода в эксплуатацию ГИСа ПВК – это конец 2021 года. То есть обязанность вносить данные возникнет сразу после ее ввода в эксплуатацию. Вместе с тем, сегодня в июне, заканчивая вторую очередь, проектирование второй очереди системы, мы планируем летом, в июле, в августе, предоставить желающим отходы образовательным и операторам ключи доступа в систему для того, чтобы они могли в тестовом режиме начать вносить данные в систему. Нам кажется, это принципиально важный момент, поскольку ситуация, когда все в один день, с момента ввода в систему в эксплуатацию, начнут в первый раз входить в личные кабинеты, первый раз видеть интерфейс, видеть, что есть в системе, да, и уже будут обязаны как бы исполнять возможные на них обязательства, это крайне сложно. Это будет коллапс, будет миллион вопросов, поэтому для того, чтобы нам снять это напряжение, мы планируем уже этим летом всем желающим предоставить возможность вносить туда данные. Ну и плюс, конечно, это очень важная составляющая, чтобы нам получить обратную связь. Мы при проектировании системы с большой тройкой очень много внимания уделяем именно удобности использования такой системы и как бы самому ее интерфейсу, то есть для того, чтобы не было лишних действий, да, чтобы было интуитивное как бы пользование от системы. Все же мы разными системами пользуемся, очень важно, чтобы это действительно было удобно, а не дополнительно какие-то сложности для пользователей. И в этом смысле возможность сносить данные в тестовом режиме – это еще и отличная для нас обратная связь, где вы сможете нам сказать, что действительно неудобно, что непонятно, чтобы мы могли эти вещи донастроить до момента ввода системы. Реально ли будет федеральному оператору охватить всю территорию Российской Федерации, если вероятность создания операторов на конкретных территориях, как в отношении с ТКО? Смотрите, у нас на сегодняшний день федеральный оператор действует на всей территории Российской Федерации, но неспроста же закон говорит, что федеральный оператор либо самостоятельно перерабатывает переданные ему отходы, либо отдает их на переработку операторам. И, собственно, операторов по обращению с отходами, которые имеют лицензию, это огромное число. Мы вот в рамках федеральной схемы сделали полный перечень таких операторов, но это огромное количество, это тысячами исчисляется количество организаций, поэтому там, где федеральный оператор не сможет самостоятельно действовать, соответственно, отходы будут по договору, переданные операторами. Я думаю, что в такой конструкции однозначно охватится вся территория. Коллеги, еще у кого какие вопросы? Да, и знаете, я не ответила на вопрос, кто будет утверждать тарифы. Вот из той модели, о которой мы говорим, про тариф федерального оператора, то мы исходим, что утверждать тариф будет ФАС России для федерального оператора. Скажите, тариф будет установлен для отхода образовательных и юридических лиц, а что с лицами населения? Я еще раз акцентирую ваше внимание. Население не будет напрямую передавать отходы федеральному оператору. Сегодня это не прописано в законе, соответственно, обязанностей у населения нет, и федерального оператора тоже обязанности населения принимать нет. Отходы, которые образуются у населения, они будут передаваться либо лицами, которые управляют квартирным домом, это управляющие компании, это СЖЖСК, либо будут передаваться региональным операторам. То есть мы, как федеральный оператор, принимаем отходы только юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С населением напрямую мы не работаем. Соответственно, тарифы, они будут даже не в отношении отхода образователя, они будут на услуге федоператора, которую он оказывает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Вот в такой конструкции мы будем действовать. Коллеги, активнее, может быть, на чем-то нужно более детально остановиться из того, что я сказала. Пока вопросов новых нет, ответила на 4 и больше нет вопросов. Может быть, конечно, я так подробно все рассказала, но мне кажется, что однозначно дьявол кроется в деталях, поэтому имеет смысл уточнить, даже если вы считаете, что, возможно, это и так все понятно, лучше уточните какой-то вопрос. Раз уж сегодня есть такая возможность, мы с вами вместе участвуем в вебинаре. Продолжение следует... В нашей системе такого нет. У нас уже правительством выбран и определен на всю нашу страну единственный оператор, единственное лицо, которое будет принимать отходы первого и второго класса. Это федеральный оператор. Федеральный оператор — это ВУМ, федеральный экологический оператор, предприятие госкорборации РосАП. Вот я работаю в федеральном экологическом операторе, я, собственно, представляю его. Соответственно, федеральный оператор, он принимает все, вообще без исключения, все отходы, которые образуются первого и второго класса, но только у юрлийцы, индивидуальных предпринимателей, он будет принимать. Да, вот здесь, кстати, важный нюанс, я сама вспомнила, я в докладе с вами не сказала, но здесь еще в законе есть одна оговорка, что если у нас образователь отходов самостоятельно перерабатывает свой отход, ну, то есть, например, это предприятие замкнутого цикла. Образовали отходы, и тут же у них есть установка по их переработке, то вот такие лица не обязаны заключать договоры с федооператорами, даже если они организации индивидуальных предпринимателей. Они в предприятии закрытого цикла, они говорят, мы сами перерабатываем свои отходы своими силами, самостоятельно, без сравнечения стороной организации, поэтому мы как бы с федооператорами договор не заключаем. Во всех остальных случаях федеральный оператор со всей страны принимает отходы. Далее федеральный оператор решает, либо он эти отходы направляет на свои экотехнопарки, на свои заводы по переработке этих отходов, либо он заключает договор с операторами, то есть с лицами, у которых есть лицензия на обращение с такими отходами. С кем заключил отход договор, к тому этот отход и направился для дальнейших переработок. Поэтому делить деление на зоны страны, на какие-то, там один операторный субъект такого не будет. Оператор для того, чтобы заключить договор с федеральным оператором, будет отбираться на процедуре торгов. То есть это будут конкурентные условия, открытые конкурентные условия. То есть кто предложит лучшие условия для заключения договора, с тем договор, федеральный оператор и захватит. То есть ровно такая модель. Так, в структуре, значит, должны быть какие-то представительства федоператора. Но у нас сегодня в ГУП ФЭО имеет свои филиалы в различных субъектах, да, и поэтому какие-то дополнительные представительства, если и примут решение, то, возможно, примут их. Я о них ничего не знаю, пока мы сходим из той филиальной сети, которая у нас и так имеет место быть. Вы знаете, вот Евгений Михин задал мне вопрос, если я правильно поставила Дарине. Вот вы мне про API личного кабинета спрашиваете. Я скажу честно, я не IT-специалист, поэтому если вы мне расшифруйте в комментариях, что это такое, я смогу ответить на ваш вопрос. Можете ли вы в автоматическом режиме подгружать туда данные? Ну, я честно не готова это объяснить. Я не IT-специальность. Поэтому прошу вас, да, напишите в комментариях, что это. Все ли игроки рынка останутся? У нас в городе есть небольшие организации, занимающиеся обезврежением отходов первого класса. Будет у них работа или нет, решится федеральный оператор. Ну, это не так. Дело в том, что федеральный оператор, он, как я уже сказала, оператор будет выбирать по процедуре торгов, да, торги будут проводить. Поэтому любое лицо, являющееся оператором, который имеет лицененов, вправе бы участвовать в торгах. Если у маленькой компании действительно будут, ну, условия, да, предложат условия, которые выкроют по результатам торгов, то, конечно, с ним будут заключены договоры. Ну, и важный момент, чтобы, ну, просто, знаете, вот у нас часто говорят, там, маленькая компания, наверное, одна нефть и не добросовестно. Ну, я как бы не поддерживаю такой позиции, поэтому здесь очень важный факт, чтобы компания действительно была добросовестной. Пусть она маленькая, но она добросовестно оказывает услуги, добросовестно осуществляет свою деятельность. Поэтому, выиграв, например, торги у федерального оператора, заключив с ним договор, она добросовестно исполнила, действительно, там, результат переработки мы видим, получили данные. Вот, поэтому, пожалуйста, рынок открыт для всех, федеральный оператор здесь ничего не определяет. Ну, вот мне Михаил тут не дает пояснений по этому термину, но вот он спрашивает, чтобы была возможность автоматизировать передачу данных об отходах, а не вносить все вручную. У нас сегодня интеграция ГИС АПВК предусмотрена только с государственными инфраструкционными системами. Если у вас есть какая-то своя внутренняя система вашего предприятия, где вы ведете учет отходов, то на сегодняшний день пока интеграция с какими-то конкретными системами предприятий ГИС АПВК не предусмотрена. То есть, да, здесь вы будете вручную вводить данные об образовании своих отходов. То есть, интеграция только с иными государственными инфраструкционными системами. Вот, Евгения мне пояснила, что это специальный интерфейс, программа или приложение, с помощью которого одна программа может взаимодействовать с другой. Вот, ну, вот, собственно, я правильно, видимо, ответила. То есть, если у вас есть какая-то своя внутренняя система учета отходов, то возможность интеграции с ГИС АПВК не предусмотрена. Здесь, почему это так, здесь важно понимать следующее. Это государственная система учета и контроля за отходами. То есть, наличие государственной системы возлагает на нее очень серьезное ограничение и очень регламентированную процедуру того, как она может функционироваться и с кем она может интегрироваться. Вот, поэтому, конечно, интеграция с системой каждого конкретного предприятия попросту невозможна. Поэтому такое не предусматривается. Так, коллеги, еще, давайте подожду немного ваши вопросы. Есть ли еще какие-то вопросы? Прошу вас задавать их в чат. Будет ли предусмотрена административная ответственность за заключение договора об обход оператора? Ну, на сегодняшний день мы какой-то специальной административной ответственности на этот счет не разрабатываем. Не разрабатываем, но здесь, если факт передачи отходов будет неправомерному лицу, то я думаю, что это вопрос экологического контроля. Наверное, это пересекается с деятельностью Роспроднадзора, потому что отходообразователь не исполнил свою обязанность по передаче надлежащему лицу образованных отходов. Хотя, вы знаете, вопрос хороший, наверное, нам имеет смысл над ним подумать более детально, потому что мы здесь в этом смысле, конечно, понимаем, что какие-то серые схемы будут, и мы будем их пресекать, объявлять и так далее, но есть над чем подумать. Спасибо. Ждем еще вопросов. Вопрос. Что, раз вопросов нет? А, вот, федеральный оператор будет проводить торги на комплекс работ или виды работ будут делиться? Он, у нас на сегодняшний день, ну, в данном случае, как поставлен вопрос, мы предусматриваем, что мы будем отдельно проводить торги на транспортирование и отдельно на переработку, в данном случае, обезвреживая. Пока мы исходим из такой концепции и такую закладываем в ГИСОПВК. Но, в любом случае, если у оператора есть лицензии и на переработку, и на транспортирование, то вполне мы допускаем ситуацию, что на торгах выиграет, ну, как бы, на обоих торгах выиграет одно и то же лицо. Потому что, в принципе, наверное, экономически такое лицо может предложить в более интересном условии, нежели все остальные участники. Но торги мы пока видим самостоятельные, то есть разные торги. Коллеги, тогда будем завершать. Больше вопросов нет. Спасибо вам сегодня, что вы участвовали в вебинаре. Я надеюсь, что он был для вас полезным, чтобы вы подчеркнули для себя какую-то новую информацию. Я надеюсь, что на те вопросы, которые вы задали, вы удовлетворились полученными от меня ответами. В любом случае, спасибо вам за внимание. До свидания.